Саммит ОТЭС, который прошел в 2012 году, оставил после себя множество потрясающих объектов инфраструктуры, культуры и образования. Перемены коснулись и полигона бытовых отходов в районе бухты Горностай. Его заключили в саркофаг из камня и земли. Рекультивация свалки уже тогда вызвала большой резонанс как в обществе, так и в медиа. Впрочем, и сегодня на просторах мировой паутины все еще выходят журналистские материалы на эту тему. Уже через год после его рекультивации под влиянием происходящих внутри саркофага процессов его поверхность начала проседать и разрушаться. В стадии оказалось немало интересных фактов об истории рекультивации и подводных камнях, с которыми сталкивались подрядчики. Но съемочная группа Восьмого, несмотря на пасмурную погоду, решила съездить и своими глазами, и ногами прощупать почву под полигоном ТБО. Сегодня прошло уже больше пяти лет с момента рекультивации полигона Горностай. Этот полигон разрушается прямо на глазах. Некогда дизайнерские укрепления и жесткости, габионы, сегодня зарастают мхом и попросту разрушаются, а там, по правую руку от меня, в непосредственной близости от мусорной энтропии, море. Оказывается, нахождение полигона с водой действительно несет в себе потенциальную угрозу. С этим оказались согласные экологи. К настоящему времени этот процесс, по мнениям экологов, достиг критического уровня. Опасность заключается в том, что объект, вопреки санитарным нормам, находится на самом берегу моря, вблизи от популярных мест отдыха, вдоль Уссурийского залива. Сегодня известно, что на рекультивацию свалки у бухты Горностай всего было потрачено свыше 1 миллиарда рублей. И лишь время покажет, насколько оправданными окажутся затраченные усилия. А пока специальные подрядчики ведут мониторинг состояния объекта, и он показывает, что в данное время прямой угрозы нет. Но ремонт необходим срочно. Проектная документация на ремонт уже передана в Управление градостроительства и архитектуры города. И в настоящее время ведется поиск денег на выполнение намеченных работ. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.